Так что все игры начинаются сверху. И все примеры, когда Армения в свое время и Россия, Украина и Россия, Германия и Советского Союза. Все войны начинаются сверху. Все это игры политические, которые, безусловно, идут только оттуда, но и идут уже дальше на исполнителей. Что касается в плане подхода к жизни, то, конечно же, я уверен в этом абсолютно четко, что мы по-другому не устроены, нас по-другому пытаются воспитывать. У нас абсолютно другие привычки, у нас абсолютно другая манера поведения. Мы думаем иначе, у нас ценности разные, очень во многом. Например, такие, как, не знаю, русские люди. Знаете, как я всегда могу? Я безумно, с одной стороны, счастлив, что меня не принимают. Очень сложно меня принимать за русского. И со мной, я вам расскажу такой один случай, когда со мной в Париже, я постоянно становлюсь в одном и том же отеле, и портье, как-то начал, рассказ начал о том, что ему какой-то русский не дал на чай. И, собственно говоря, когда я с ним перешел, мне звонил телефон, и начал разговаривать по-русски, ему стало очень неудобно. Мы не улыбаемся, мы не настолько открыты друг к другу, как бы нам хотелось. У нас отсутствует понятие соседям. У нас очень много понятий, которые на самом деле очень элементарные, но кардинально отличают нас от европейцев. И у нас люди привыкли выживать. И они всегда настолько загружены своими проблемами, поэтому русского человека можно всегда отличить только по его хмурому лицу. Потому что как только у него выдается свободное полсекунды где-то там, на его доли секунды на его время, то это гримаса. Потому что вот они, те самые проблемы, о которых он ховалил. Поэтому воины, безусловно, политические игры были всегда. Потому что это рынки, это деньги, это всегда дележка чего-либо. К сожалению, простым людям делить нечего, поэтому они более толерантные. И, безусловно, конечно, для них все эти передряги не являются какими-то радостными моментами жизни, потому что в них гибнут их дети, родственники и так далее. Но то, что мы кардинально другие, это не плохо или не хорошо, мы просто другие.